Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь побыстрее, чтобы сократить наше время. Единственное, что там предлагается в конце вопрос, и искусственный интеллект ответ даёт. Мы сразу будем обсуждать, ответ на вопрос поднимать? Нет. Вы рассказываете ситуацию, задаёте вопрос, и потом мы даём обсуждение столам на обсуждение. Потом мы с вами узнаем как-то, кто ответит первым. Уберите, чтобы ни у кого не было преимущества. Дальше вы голосуете, выбираете вариант, и, соответственно, мы обсуждаем тот вариант, который предложил конкретный стол. И после этого мы уже ждём тогда искусственного интеллекта, его ответа, заслушаем его и обсуждаем с экспертами, кто же оказался прав. Так, итак, мы начинаем. Хорошо. Итак, коллеги, пациент 1966 года рождения, на момент постановки диагноза 51 год. Диагноз аденокарциномы верхней доли левого лёгкая, четвёртая стадия, изначально CT2AN3M1. Это аденокарцинома лёгкого, мутации в гене GFR и ЛК РОС не обнаружены, анализ на PDL не проводился, статус курения не курит. Итак, ещё раз повторюсь, пациент в манифестации заболевания, когда на момент 50 лет, с января 2017-го появились боли в грудной клетке с радиацией в левое ухо, осиплость голоса. Пациент обратился в Ленинградскую клиническую больницу, где был установлен диагноз аденокарциномы верхней доли левого лёгкого, четвёртой стадии. Там же в рамках клинического исследования пациенту начата терапия по схеме поклитоксал-карбоплотин плюс бивоцизумаб. Дальше пациент после 6 циклов данной схемы получил 8 циклов монотерапии в поддерживающей дозе препаратом бивоцизумаб. В феврале 2018 года у пациента прогрессирование. Пациенту начата вторая линия терапии по схеме пиметриксет-карбоплотина. В обслуживающей сложности пациент получил 8 циклов терапии. Когда было зарегистрировано в августе 2018 года второе прогрессирование, увеличение суммы целевых очагов в лёгких. Пациенту начата третья линия химиотерапии по схеме гемцитабин и стесплатин. Пациент также получил 8 циклов химиотерапии. В феврале 2019 года у пациента очередное прогрессирование, увеличение суммы целевых очагов. И с марта 2019 года начата четвёртая линия терапии. Это иммунотерапия пембролизумаба. В декабре 2020 года пациент обращается в наш онкодиспансер для продолжения лечения. Ему продолжена терапия пембролизумабом по март 2021 года в общей сложности 2 года. В дальнейшем пациент оставлен под динамическим наблюдением. У пациента на момент окончания лечения наблюдался полный регресс опухоли. И вот по данным контрольного обследования на август 2023 года у пациента стабилизация процесса не отмечается никаких очагов. И вот последнее его обследование, буквально конец ноября. По данным контрольного обследования обнаруживается узел в прикорновом отделе С6 справа, увеличение в размере узла, который раньше не трактовался как метастатическое. На данном слайде представлены данные от декабря 2020 года. Это те данные, которые первичные у нас имеются на момент поступления пациента в наш диспансер на лечение, где видим отсутствие каких-либо очагов легких. И данные последней компьютерной томографии, где можно видеть вот этот описанный очаг. И где можно видеть очаг в прикорновом отделе С6 справа, а также появление маленького очага. Я не знаю, как это показать. Есть небольшой очаг в левом легком. Так, что-то у меня... И мы... Что мы имеем? Так, у меня какой-то сбой. Хорошо. Что-то происходит. Прошу прощения. И что мы имеем? Пациент в первой линии терапии с 2017 по 2018 год получал первую линию терапию, когда было зарегистрировано прогрессировано. В настоящий момент у пациента проведено 4 линии терапии, последняя из которых иммунотерапия в течение двух лет. И один год, и получается 9 месяцев у пациента была стабилизация болезни. На данный момент мы имеем подозрение на прогрессирование болезни. И вопрос для обсуждения. Какая дальнейшая тактика при прогрессировании метастатического рака после четырех линий лечения вы выберете? Первый ответ. Молекулярно-генетическое тестирование на другие мутации. Бераф, транслокация гена РЭД, мутация пропуска 14-го экзона, ЦМЕД, мутация гена КЕРАС, мутация 20-го экзона гены ХЕР-2, определение последовательных ставок в 20-м экзоне гены ЭДЖФР, транслокация гена в семейство НТРК. При обнаружении мутации проведение таргетной терапии. Вариант Б. Определение экспрессии ПДЛ, возвращение к иммунотерапии пембролизумаба. Вариант С. Ниволумаб плюс эпилимумаб. Продолжительность двойной иммунотерапии до прогрессирования или непереносимой токсичности максимально до двух лет. Либо вариант Д. Другой вариант на ваш выбор. Так. Значит, давайте тогда. Три, два, один. Кто? Есть уже четвертый стол. Или кто? Или третий? Или второй? А нет, никто не нажал. Вот, теперь да. Ага. Третий стол. Третий стол нажал. Возьмите. Так, пожалуйста, Альбина Сергеевна. А я выражу мнение, общее мнение стола нашего. Мы решили провести лучевую терапию, возможно, стереотаксис пациенту на этот лимфатический узел. И сделать молекулярно-генетическое тестирование расширенное, но пока не назначать таргетной терапии. Еще вот такой момент. У пациента нет гистоблоков. Все использовано было для... Почему ПДЛ не определили? Все было использовано. Ну, тогда пока просто лучевая терапия. Ну, теперь что-то брать в биопсию. Что? Да, и появление в соседнем легком еще одного. Ну, Эбуш тогда. Нет, Штахи, да мы потом будем обсуждать с вами. Эбуш. Так, слушаем искусственный интеллект. Слушаем искусственный интеллект. Так. Он был краток в этот раз. Би, определение экспрессии ПДЛ1, возвращение к иммунотерапии пембролизумабом. Он дал краткий ответ в этот раз по сравнению с вчерашним днем. Развернутый ответок. Так. Рышакина, можно обсуждать? Потому что вот сейчас с пациентом мы имеем два очага, вот один, два до двух с половиной, один, один сантиметровый появление очага в соседнем легком. До этого пациента пересматривалось и в референсных центрах его КТ, и вот КТ даже... А длительный анамнез у пациента. Достаточно такой, знаете, приличный анамнез для больного раком легкого. У него прогрессирование локально. Даже если бы не были бы биоптаты первые, я бы все равно сделала первоначально биопсию. И определила бы, что мы на сегодняшний день имеем. У нас очень много пациентов, и мы сейчас видим из нашей реальной клинической практики, особенно те, кто долго получает пембролизумаб или неволумаб, у них прогрессирование. Мы делаем биопсию, а там вообще фиброзная ткань и нет опухолевой ткани. При этом очаг на КТ растет. При этом, ну, здесь делать надо биопсию. При этом у него больше же нигде нет, я так понимаю. Мне кажется, надо сделать биопсию, посмотреть, что там, посмотреть тогда из этого материала ПДЛ и принимать уже дальше решение. А вот если там все окажется так, как мы думаем, да, и ПДЛ, я бы, наверное, вообще пемболизумаб вернулась, почему нет. Может быть, интеллект и прав. Но я бы первым этапом сделала биопсию. Георгий Владимирович. Но мне кажется, вот интеллект тут прав все-таки. Биопсия, конечно, хорошо, но не все больные соглашаются, во-первых, на биопсию. И все-таки назначая пембролизумаб, мы как бы тут особо ничем не рискуем. И можем эксивантибус увидеть. Если будет эффекта, мы, так сказать, поймем, что это, так сказать, не фиброз. А если эффекта не будет, тогда вот я пошел бы на биопсию. А я вот третью версию все-таки ближе к ответу, который дал стол. Да, вот я, ну, текстирование – это всегда хорошо. Действительно, здесь зависит, что есть блоки, нет блоков и так далее. А в отношении того, что да, по-видимому, пациент имеет место, может иметь место олигопрогрессирование. Действительно, оптимальный вариант – это биопсия. Самый четкий ответ, но не всегда она возможна. И мы используем несколько методов для того, чтобы подтвердить опухолевую природу этого очага. Во-первых, мы можем просто за ним понаблюдать. Потому что никто, вряд ли это угрожает жизни пациента, раз. Мы можем сделать ПЭТ-КТ, который косвенно нам скажет о том, накапливается там радиофарм препарат или нет. И в случае, если у нас будут веские основания думать, что это очаг опухолевый, вне всякого сомнения, олигопрогрессирование нужно лечить с помощью локальных методов. Потому что это позволит еще несколько месяцев, а может быть и лет, если все сложится удачно, пациенту не встречаться, ну, или встречаться раз в три месяца в плане наблюдения со своим лечащим врачом. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вообще, я согласна со всеми экспертами. В принципе, вообще сложно. Потому что кажется, что, может быть, и есть резон понаблюдать, но короткий срок. Там, может быть, через полтора месяца сделать контроль. Но я согласна здесь с Рашадой Вахидом, но мне бы интересно было посмотреть. Если есть возможность, конечно, это надо обсуждать. Да, нет, когда ПЭТ-КТ. То есть вот эти все ваши комментарии, они, конечно, мне кажется, подходят к данному пациенту в зависимости от той клинической ситуации. Но я бы, наверное, все-таки, возможно, еще раз бы сделала контроль и обсудила с таракальными хирургами возможность, потому что все-таки я к таракальной хирургии отношения посредственно имею. Поэтому возможность, насколько это будет проблематично или нет, сделать биопсию данного пациента, возможно, сделать в зависимости от тех результатов, во-первых, которые мы получим при контроле. А вдруг мы получим... У нас был до этого один-единственный маленький очаг, до сантиметра, который не рос. Сейчас у нас появилось два очага. И, может быть, вполне возможно, что через полтора месяца у нас их будет три или четыре. Такое тоже возможно. И от этого будет наша тактика. Спасибо, Мария Михайловна. Поэтому варианты надо обсуждать. Ну и посмотрим, что им про резюмах. 1-0 в пользу знатоков перед искусственным интеллектом, я так скажу. Так, следующий доклад. Морозова Юлия Александровна, архангельский онкологический диспансер. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начну с того, что когда пришел запрос про интересный клинический случай, про немелкоклеточный рак легкого, сразу я подумала про эту женщину, потому что особенность этого случая – это нестандартная очередность линий терапии. Ну и данным докладом я проиллюстрирую наш интересный результат. Пациентка 1977 года рождения, не курит, работает продавцом в областном центре. В 41 год при очередной диспансеризации на флюорографии был заподозрен рак легкого. Пациентка для дообследования была направлена в наш онкодиспансер. Выполнено дообследование. Выявлен рак правого легкого с метастическим поражением лимфоузлов средостения легких. Метастазы были по плевре в надключичных лимфоузлах. Выполнена биопсия надключичного лимфоузла. В сентябре 2018 года была верифицирована аденокарцинома. Пациентка была обсуждена мультидисциплинарной командой. И была принята в клиническое исследование, где первой линией терапии она получала химиотаргетную терапию препаратами поклитоксел, карбоплатин и бевоцизумаб. Оговорюсь, что в рамках клинического исследования в центральной лаборатории было выполнено молекулярно-генетическое исследование. Драйверных мутаций выявлено не было. Статус ПДЛ был низким. Ну и таким образом пациентка в первую линию получила 6 курсов поклитоксела с карбоплатином и бевоцизумабом. И также в поддерживающей терапии 12 курсов монотерапии бевоцизумабом. Через год, в октябре 2019 года, у пациентки было верифицировано первое прогрессирование. Также через консилиум пациентке в качестве второй линии терапии был назначен доцитоксел. Пациентка получает 6 курсов. После 6 курса при контрольном обследовании стабилизация. Но уже спустя 3 месяца при контрольном исследовании выявляется прогрессирование. В этот момент пациентка приходит на консилиум. И все-таки связывая те факты, что пациентка молодая, пациентка не курит. Врачи высказали сомнения в данных мутационного статуса. И на этом консилиуме было принято два решения. Первое. Это направить повторно гистологический материал на молекулярно-генетическое исследование в референс-центр к Евгению Наумычу. И второе решение. Мы решили назначить ей химия-иммунотерапию по схеме пиметриксет-карбоплотин-пембролизумаб. И дальше. Это была третья линия терапии. И вот что случилось. Выявлена мутация ЛК. Мы этот момент не оставили без внимания и снова собрались для решения тактики. И уже к тому времени было первое контрольное обследование. На этой линии демонстрировалось уменьшение очагов. Но в рамках стабилизации мы решили, что ЛК-ингибитор мы сразу же используем, как только случится прогрессирование на данной линии. Ну и на данной линии пациентка получила 4 курса химии-иммунотерапии пиметриксетом, пембролизумабом и карбоплотином. И потом еще получила 34 цикла поддерживающей терапии пембролизумабом и пиметриксетом. Ну и в сентябре 2022 года случилось прогрессирование. Пациентка в четвертой линии получила таргетную терапию на транслокацию РОС. Мы назначили ей алектиниб. На алектинибе она сейчас уже чуть больше 13 месяцев. На данном слайде показана динамика ее первичного очага. Также это метастатическое поражение ВС6 правого легкого. И также уменьшается паратрахеальный лимфоузел. Резюмируя все вышесказанное, хочется сказать, что в течение 5 лет пациентка получает лечение, сохраняется качество жизни. Ну и здесь вот ее тернистый путь. То есть это первая линия это ТЦ плюс бивоцезумаб с поддержкой бивоцезумабом. Потом вторая несколько провальная линия дацетокселом. Затем девушки с мутацией транслокации, да, все-таки мы проводим химио-иммунотерапию, на которой она демонстрирует 26 месяцев лечения. И четвертой линией пациентка получает таргетную терапию алектинибом. Мной был задан вопрос к искусственному интеллекту. Что же дальше мы предложим в терапии данной девушки? Это смена ЛК-ингибитра или участие в клинических исследованиях. Вариант А. Это возвращение к иммунотерапии. Это либо иммунотерапия, либо комбинация, либо это химиотерапия, либо другое. Можно отвечать. Так, раз, два, три. Второй стол. Мне кажется, что это вариант Б. Возвращение к иммунотерапии, иммунотерапии или комбинация. Другие мнения этого стола. Так, пожалуйста, ваш ответ. Наш ответ А. Смена ЛК-ингибитра, лор-латиниб. Отлично. Искусственный интеллект, да? Да. У меня нет личных мнений или предпочтений в отношении лечения пациентов. Однако, я могу предоставить общую информацию о возможных вариантах лечения. При прогрессировании метастатического ЛК-позитивного НМРУ после четырех линий терапии и с прогрессированием на алектинибе рекомендуется сменить ЛК-ингибитор. Лор-латиниб является альтернативным препаратом для лечения НМРУ, который также блокирует ЛК-участие в клиническом исследовании, может быть рассмотрено для оценки эффективности других препаратов или комбинаций. Важно отметить, что выбор лечения должен основываться на индивидуальных характеристиках пациента и рекомендациях врача. Так. И мнение экспертов. Вот мы Сергею Владимировичу спросим, всегда ли вы переходите с одного ингибитора ЛК на другой при прогрессировании на фоне второго поколения? Или все-таки есть место для, ну вот вряд ли иммунотерапии, для химиотерапии? Ну, во-первых, комментарий насчет четырех линий. Конечно, вот обидно, что у этой пациентки так поздно нашли ЛК, да, поэтому можно было, наверное, избежать вот все-таки вот этих четырех линий предшествующих, да, все-таки достаточно токсичное лечение с цитостатиками, иммунотерапией тоже со своими осложнениями возможными. Если бы, так сказать, сразу пошла бы на лектинип, может быть, и, так сказать, всего бы этого можно было сбежать и сейчас уже, сейчас решать вопрос прогрессирования. Что касается перехода, то, да, надо переходить, но мы чаще всего пользуемся все-таки так же, как и вы докладывали сегодня в своей лекции, сочетанием с химиотерапией, потому что все-таки все эти опухоли гетерогенные, несмотря на то, что у них есть таргетные составляющие, поэтому обычно мы проводим два курса пиметриксета цисплотина, в данной ситуации пиметриксет уже был задействован, поэтому, наверное, вот тут я бы не пользовался вот этой прослойкой с химиотерапией, я сразу пришел бы на лор-литинип, именно в этом случае. Спасибо, Сергей. Спасибо. Да, спасибо, коллеги. Так, и мы двигаемся дальше, третий случай, музыка. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Степанова Мария Леонидовна, научно-практический театр. Да, спасибо большое, Федор Владимирович. Мне на самом деле повезло чуть больше, потому что клинические случаи я увидела чуть раньше, чем все здесь присутствующие, и так сложилось, что мысли коллег все-таки сходятся, и у нас с Юлией Александровной немножко были похожи клинические случаи, и в самый последний момент я обратилась к Федору Владимировичу за помощью, чтобы, скажем так, предоставить случай, который вызовет дискуссию, который будет немножко отличаться от уже имеющихся, чтобы, скажем так, разнообразить. Итак, представим, что мы с вами на врачебной комиссии, и нам нужно принять решение. Пациент 37-го года рождения, и нам его уже представляют дообследованным. Впервые выявлены аденокарциномы нижней доли левого легкого, с выявленной мутацией ИГФР в 19-м экзоне, и стадированная как Т2Б, Н2, Н0. Если обратите внимание, то ниже я указала как раз-таки сопутствующий диагноз данного пациента, он достаточно насыщенный, и по молекулярно-генетическому исследованию мы видим, что мутация была подтверждена, и что касается уровня ПДЛ, то он был равен 2%. Итак, вопрос сейчас первый для аудитории. Какую же тактику выбрать лечение у 86-летнего пациента с выраженной сердечно-сосудистой патологией при выявлении третьей стадии немелкоклеточного рака легкого с мутацией ИГФР? Итак, вариант А – это попытка химии лучевой терапии с последующей терапией дурволумабом. Вариант В – это терапия ингибитором тирозинкиназа третьего поколения асимертенибом. Вариант В – это последовательное химио-лучевое лечение с последующей терапией с асимертенибом. Вариант Г – другое. Так, я просто сам задумался. Значит, коллеги, давайте. Раз, два, три. Так, третья группа, первая. Наш стол считает, что терапия с асимертенибом будет оптимальна. А какие для этого основания? Просто хотелось спросить. Ну, мне кажется, химио-лучевое лечение будет довольно-таки токсичным для такого пациента. А мы знаем что-то по поводу эффективности асимертениба при третьей Б стадии? Ну, мы знаем, можно экстраполировать данные с четвертой стадии. Хорошо. Так, а вот в стола 6 другое мнение. Или такое же, но... У нас не работает просто наша кнопка. Но мы считаем, что химио-лучевая терапия с последующей терапией другого МАБа. Опцию с асимертенибом, но потом оставим. Локальный процесс. И в данном случае разумнее, наверное, здесь сделать. Показания все есть для этой опции, для первой. Окей. Так, ну, мне на самом деле даже повезло с... Нет, мы у экспертов в том числе... Давайте тогда спросим. Нет, мы сначала искусственный интеллект подключим. Ну, хорошо. Мне повезло даже с искусственным интеллектом, потому что он оказался достаточно развернут в своем выборе тактики. Можно попрошу включить? Нет. Так. Я бы рекомендовал выбрать вариант о химио-лучевую терапию с последующей терапией Дурвулумабом. Обоснование, учитывая, что пациент имеет сердечно-сосудистые заболевания, мы должны быть особенно осторожны с выбором лечения, чтобы минимизировать потенциальные сердечно-сосудистые побочные эффекты. Химио-лучевая терапия обычно используется в качестве первой линии лечения немелкоклеточного рака легкого с мутацией Эгвер-Экс-19-Дель. Она может быть эффективной в контроле роста опухоли и улучшении выживаемости пациентов. Дурвулумаб является антителом против Эгвер, который может использоваться в качестве второй линии терапии после химио-лучевой терапии. Он может помочь в контроле роста оставшихся опухолевых клеток и улучшить результаты лечения. Таким образом, комбинация химио-лучевой терапии и терапии Дурвулумабом может быть эффективным и безопасным вариантом лечения для пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в стадии немелкоклеточного рака легкого с мутацией Эгвер-Экс-19-Дель. Да, вот, собственно, то, что нам предложил искусственный интеллект. И прежде чем я перейду к слайду с реальной клинической практикой, если эксперты не против, очень хотелось бы услышать мнение ваше. Я бы поспорил с искусственным интеллектом, на самом деле. Я бы был вообще вариант Г другой, да. Я бы мог назначить такой пациентке афотениб, допустим. Потому что, ну, Дурвулумаб при GFR работать не будет. Химио-лучевая терапия сработает, может быть, да. А Дурвулумаб тоже будет, так сказать, ну, бесполезен, на самом деле. Вот, тем более, так сказать, ну, ПДЛ при GFR мы вообще не ориентируемся, хоть тут он и маленький, да. Но все попытки лечения, так сказать, мутации GFR какими-то чекпоинт-ингибиторами, они закончились ничем, вы хорошо знаете, да. Ну, и показания были отозваны в FDA, и все, так сказать. И последние исследования, которые на АСКО-23 было показано, что добавление, допустим, к пиметрикседу во второй вине пембролизумаба ничего не дало у больных с мутацией GFR. Поэтому я бы, так сказать, назначил ингибитор тирозинкиназы, потом оценил ответ, и дальше уже можно было решать. То есть, в принципе, если бы пациентка, как бы, скажем, была бы сохранна, можно было бы предложить вариант даже операции цитуредактивной, а может быть даже радикальной. Это зависит от того, какая остаточная опухоль останется. Ну и все, дальше уже, так сказать, решать. Спасибо. Ну да, мы осторожны, Сергей Владимирович. У меня тоже бы афтинит назначил бы этому больному. Я не рассматривала бы. Ну, во-первых, в реальной клинической практике 80, там, с лишним человеку лет с такой коморбидностью, я думаю, что вот у нас в центре наши радиологи бы не взяли такого больного на облучение. И, может быть, даже и взяли, мы не знаем, как бы он дошел. Одномоментную химио-лучевую терапию, ему бы не стали делать 100%. Ему бы назначили последовательную. Вероятность того, что, а, токсичность, б, возможность прогрессирования процесса, достаточно серьезная, потому что есть ЭДЖФР-мутация. Поэтому я бы точно назначила бы, но я бы назначила афтинит. Я бы не назначала асимиртинит. А почему так? Ну, потому что зачем? Ну, человеку 8,7 лет, а афтинит более мягкий препарат. Он работает при этой длительности. Ну, почему? Более токсичный был, чем асимиртинит. Мне кажется, ну, не знаю, вот у меня опыт. Придет он к своему. Мы его... Единственное, вот циторедукция, я не знаю. Возможно, если будет эффект, но я, честно говоря, вот не знаю циторедукция. Такое, может быть, не знаю. Да, наверное, циторедукция здесь тоже, это центральный, там достаточно большой объем операций. Мне кажется, что он, наверное, не очень будет. Наверное, здесь нам не в помощь хирурги и лучевые терапевты. Я думаю, что нам надо будет выкарабкиваться самим клиническим онкологом и назначить последовательное лечения. Хотя я согласна с Фёдором Владимировичем, у нас нет данных при 3-й стадии ингибиторов тирозинкиназ. Это правильно. Но интерпретировать, я тоже согласна с коллегой, можно. В принципе, он в шаге от того, что... В защиту химио-лучевого и, в принципе, лучевой терапии в этой ситуации у нас есть сейчас, вот в этом году были представлены результаты трёх исследований. Пацифик – это старая работа, пятилетняя выживаемость, синхронная, как она, конкурентная химио-лучевая терапия и Дурволюмаб – 33% – 5 лет без рецидива болезни, 42% – живы в течение 5 лет. Пацифик – 6, последовательная химио-лучевая терапия с последующей поддержкой Дурволюмабом. Там уже меньше эти показатели. И третья работа, которая в этом году была представлена, это исследование ДуАРД. Там категория пациентов приблизительно похожая, 77 лет. Там средний возраст около 75 или 77 лет был. Вот сейчас видите, чем продолжится этот случай. И там результаты хуже, чем для синхронной химио-лучевой терапии, но тем не менее только лучевую терапию, в том числе со снижением дозы, таким пациентам провести возможно. Пожалуйста. Теперь переходим к реальной клинической практике. Что получилось у нас? Мы, скажем так, посоветовали все-таки с нашими радиотерапевтами и решили все-таки попытаться последовательно провести сначала два цикла химиотерапии и затем выполнить палитивный курс лучевой терапии. И в нашем центре на этот период было клиническое исследование, где изучался асиммертини против плацебо. И пациент начал получать лечение. К сожалению, пациенту пришлось отменить терапию по причине развития пульмонита. То есть без прогрессирования, да? То есть вы сделали химию лучевую и без прогрессирования? Без прогрессирования, да. Да, да, асиммертинип. И, к сожалению, через год развивается пульмонит, в результате чего принимается решение о том, что пациент заканчивает участие в рамках клинического исследования. И, если я правильно понимаю, то пациент уже находился на динамическом наблюдении. К сожалению, в мае 2023 года у пациента регистрируется прогрессирование. В связи с чем возникает следующий вопрос для обсуждения, какую тактику лечения у такого пациента выбрать с учетом развившегося пульмонита на ингибиторе теразинкиназа третьего поколения. Или после химио-лучевой терапии. Мы не знаем ответ на этот вопрос. Так, друзья, раз, два. Что? Меньше, чем через год. У него? Сертинип отменили за пульмонит. Пульмонит учился, да, да. Год лечения семертинипом отмена. Раз, два, три. Отлично, первый стол. Не знаю, всем хочется всегда попробовать четверную схему. Паклитоксила, карбоплотин, бивоцезума, патезы или зума. Но нам кажется, он, наверное, ее не перенесет. Прошел почти год. Может быть, уже чувствительность восстановится к ингибиторам теразинкиназа. Мы бы вернулись к ним. Хорошо, то есть вы бы выбрали вариант ответа B, первое-второе поколение ингибиторов. Мария Анилевна, что нам искусственный интеллект? Что нам, собственно, ответил искусственный интеллект? Можно попрошу включить. Я бы рекомендовал выбрать вариант в терапию ингибиторами теразинкиназ 1, 2-го поколений. Обоснование, учитывая сердечно-сосудистые заболевания пациента. Мы должны быть особенно осторожны с выбором лечения, чтобы минимизировать потенциальные сердечно-сосудистые побочные эффекты. Ингибиторы теразинкиназ 1, 2-го поколения являются первой линией терапии немелкоклеточного рака легкого с мутацией Эгвер-Экс-19-Дель. Они могут помочь контролировать рост опухолей и улучшить выживаемость пациентов. Также стоит отметить, что осимертениб является ингибитором теразинкиназа Эгвер, который может использоваться в качестве второй линии терапии после химиотерапии. Однако, учитывая развитие пульмонита на осимертенибе, это может быть неподходящим вариантом лечения. Таким образом, терапия ингибиторами теразинкиназ 1, 2-го поколения может быть безопасным и эффективным вариантом лечения для пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитием пульмонита на осимертенибе с мутацией Эгвер-Экс-19-Дель. Ну вот, собственно, то, что нам предложил искусственный интеллект. Если эксперты готовы дать какие-то свои ценные комментарии. Первое лечение рассматривали как при местно распространенной стадии, правильно? То есть у вас была не первая линия химия лучевая плюс осимертениб, это было, по сути, лечение местно распространенной стадии. А это вы рассматриваете уже как при прогрессировании, да? Но я бы точно не начинала бы с ингибиторов теразинкиназ, если он такой сильный мужчина, он и кок. Какой на тот момент? Крепкий мужчина, да. Крепкий мужчина. Крепкий мужчина, я бы сделала четвертную комбинацию. Он должен получить свою иммунотерапию. Иммунотерапию? Хорошо, коллеги, есть ли еще у нас вопросы, комментарии, Мария Леонидовна? Можно пемброс с химиотропией. Ну, тут случай на самом деле такой интересный, потому что, ну, с осимертенибом на первое-второе поколение не принято переходить, да? Поскольку это неэффективно. Но в данной ситуации у нас отмена была ингибитора теразинкиназа из-за пневмонита. Вот. И в этой ситуации, ну, в принципе, так сказать, чувствительность может быть сохранена к ингибиторам. Поэтому, вот учитывая, что в целом это не делается, вот так сказать, переход с третьего на первое, то в этой ситуации как раз можно, а четверную схему я бы еще оставил. Но потом, к тому же, в общем-то, четверная схема, она вот в реальной клинической практике не дает тех результатов, то, что она дала в клиническом исследовании, к сожалению. Да? Там в основном работает биотезумаб у всех этих четырех препаратов у этих пациентов, да? Поэтому, вот, я бы все-таки попробовал еще раз полючить ингибиторами. Спасибо большое. Спасибо, Мария Леонидовна. Спасибо. Ну, я буквально закончу то, что у нас по итогу пациент получает терапию ингибитором теразинкиназа первого поколения гефитинибом. На настоящий момент благополучно продолжает свое наблюдение. И закончить, наверное, вот в рамках нашей такой интерактивной игры хочется тем, что искусственный интеллект – это очень интересно, но всегда должен быть полет какой-то клинической мысли. Мы вам первое-второе поколение предлагали с самого начала. И прислушиваться почаще к экспертам. Спасибо большое. Правильно было делать. Уважаемые эксперты, есть что-то?